Харцизская молодежь, развивая общий тренд на интеграцию общественной жизни ДНР и Российской Федерации, продолжает активно посещать разнообразные форумы, которые проходят на территории России. На прошлой неделе, например, при поддержке русского центра, активистки КВНовского движения, харцизянки Виктория Красуля и Екатерина Чернова, получив на несколько дней, условно говоря, двойное региональное гражданство, побывали на российском молодежном форуме «Я гражданин Подмосковья». «В четверг, 27 числа, в 5 утра мы поехали сначала в Ростов, потом на поезд в Москву. Для нас это было очень неожиданно. Ну, поначалу просто неожиданно, потом по итогу поездки неожиданно приятно». Главный молодежный форум Московской области «Я гражданин Подмосковья» включает в себя пять смен по семи образовательным направлениям. Харцизянки Виктория Красуля и Екатерина Чернова отправились на профильную смену творчества. «Когда мы приехали, мы немножечко посмотрели Москву. То есть мы в Москве были первый раз. Мы сходили на Красную площадь, посетили какие-то достопримечательности, потом же направились в парк-отель, где мы проживали, где проходил сам форум. Нас сразу направили на лекцию. То есть мы пришли, там, где нас уже поделили по командам, и мы выяснили, что мы будем не просто слушать лекции, посещать какие-то мастер-классы, но будем еще и играть в КВН. То есть мы изначально думали, что будем только получать информацию, но, как оказалось, нам еще придется ей тут же воспользоваться». «Были общие лекции на общие темы. Например, одна из самых интересных лекций проводила Алена Лепехина, очень известная женщина в России, которая проводит много форумов, много лекций. Она рассказывала нам лекцию, как достичь своей мечты и как выйти замуж. За три дня девушки посетили множество творческих тренингов, лекций и мастер-классов. В качестве приглашенных экспертов на форуме выступали известные режиссеры, продюсеры, преподаватели по отдельным творческим направлениям и даже финалисты премьер-лиги клуба веселых и находчивых. Участникам форума и самим довелось сыграть в КВН. «Собрали команды. В нашей команде было семь человек и трое из них из Донецка. Два из Харцистка и мальчик из Донецка. В последний день вечером у нас состоялась игра, в которой участвовало восемь команд. Наша команда заняла первое место. Мы были очень рады, потому что мы поняли, что Донецкий КВН все-таки на уровне». «Смена творчества» – это уникальная площадка для развития у молодежи знаний и умений в сфере культуры и искусства. В работе этой площадки приняли участие около 350 молодых людей. Ребята попробовали свои силы в различных танцевальных направлениях, актерском мастерстве, развитии креативного мышления. В общем, приобрели ценный опыт, который поможет им в реализации собственных творческих проектов.